Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на экран канале Восход, с вами по-прежнему Михаил. И мы играем в королевство Астурия, друзья. Астурия и захватывать сегодня будем в данной серии Герцогского Аквитания. Ну что, пропустил я ход компьютера. Немножко мне напоследок поднасрали, скажем так, Герцогского Гасконь, который мы уничтожили в прошлой серии. Они гадины такие, захватили такие Байону. Да, вот захватили, мне сейчас приходится все ремонтировать в ней. Наскребли они по всекам четыре отряда. Три конных, один, собственно, короля. Какая-то морская гвардия, блин, мы высадились, и меня там гарнизон весь убили. Правда, следом подошел наш Небесный Гнев с конниками, и мы их убили. Убили, затоптали. Вот, он полностью теперь уничтожен, Герцогского Гасконь. Я это не показывал. Ничего интересного, собственно, и не было. Мы тут ходили, воевали, бодались. В общем, очень интересно. Ну ладно, давайте ближе и ближе к теме. У нас сегодня, собственно, в первую очередь, конечно же, это заход Бордо. Заход Бордо. Ну и все, что с ним связано. Так, мы, кстати, можем провести сразу битву. Не дожидаясь, я хотел пригласить, собственно, еще один стэк короля. Ну, как я вижу, что в этом необходимости особо нету, потому что у них один стэк, который стоит здесь неподалеку, не участвует в этой битве. Ну, как видите, гарнизон, самые простые войска. Всего лишь один отряд нормальный, доспешные копейщики. Так, сейчас секундочку гляну, а то у меня ведь в последнее время что-то с записью. Нет, все хорошо, все идет, отлично. Так, ну, и у них король флотоводец. Такой флот они собрали, корабельный, из драмонов с лучниками. Ну, не знаю, стрёмно, конечно, стрёмно, но это их не выбор. Давайте воевать. Авторасчет шторма, наступление. Ну и мы их всех убиваем, друзья. Сейчас всех убиваем. Ну, это было... Это можно было предсказать, что мы их убьем, поскольку ничего они нам противопоставить не могут. Так, и убили мы лотара. Герцога вроде бы как ихнего, да? Ну и захватываем бордо. Давайте здесь все ремонтировать будем сразу. Потом разберемся, что да как. Так, денег у меня, слова, слова яйца. Много, много. Так, ну и давайте, что здесь? Минус 38. Ай-яй-яй-яй-яй. Это вот вся провинция Гасконь, да? Угу. Да уж, да уж, да уж, тут придется подумать, подумать, что да как. Ну и на самом деле неплохо было бы сразиться бы с противником, но я до них не добираюсь, к сожалению. Как вы можете заметить, просто не добираюсь. Хода не хватает. Ну да ладно, ничего страшного. Пускай стоят, восстанавливаются в конце концов. Так, это тоже дело нужное и полезное. Так, давайте включим всех наших жрецов. Пускай они тут наводят порядок. Так, один наш полустэк я вот отправил в Варверны. Посмотрите, вообще просто есть навайска, нет навайска. Конечно, это делать надо агентами, но я агентами ходил. Получилось так, получилось. Так, ну и у нас еще одно, одно задание. Захватить, собственно, друзья, пальму. Пальму. В прошлой серии мы ее осадили, как вы помните. Вот сейчас будем штурмовать. Зачем нам нужна пальма, собственно? Пальма нам нужна, чтобы создать королевство Испания. Я, конечно, собирался ее захватывать, но вот как-то не сейчас. Думал, после войны с верхними герцогствами займемся пальмой. Но Фема Сицилия решила сама на меня напасть. По-видимому, они тоже что-то там прочухали. Ваше право, друзья, ваше. Шикарно. И мне не хватает хода. Тогда будем нападать флотом, что ли, я не знаю. Ну, битва будет. Автобоем. Ну, давайте глянем, что за войска у Фема Сицилии. Ну, такие же простые копейщики, новобранцы. Обычные лукари. Легкая конница. Ничего такого нет. Ну, тогда проводим авторасчет. И захватываем, собственно, пальму. Ну, судя по тому, что ничего не появилось, нам придется подождать до следующего хода. Так, все здесь ремонтируем. Прообираться будем на следующий ход. Флотоводец наш качнулся. Это неплохо. Давайте глянем вообще, что здесь есть. Так, ну вот. Четкая градация на, собственно, войска и, собственно, на флот. Да, мы будем качать и то, и то. Боевой дух нужен, конечно же. Ну, и перемещение на карте тоже. Круто. Просто круто. Ну, и, собственно, сам Силон тоже качнулся. Давайте его, наверное, как-то вот так вот сделаем. И здесь что-нибудь тоже посмотрим. Боевой дух для отряда полководца. Ну, лучше, наверное, доспехи в шоссе возьми. Может, пригодятся когда-нибудь. Ну, захватили пальм. По идее, мы выполнили задание. Теперь у нас эта провинция Валенсия полностью наша. И на следующий ход нам должны объявить, что мы, собственно, стали королевством Испания, друзья! Вот так вот. Так, вот у меня есть лазочек свободный. Давайте до боя разведаем. Ну, и на этом ходу, собственно, друзья, больше ничего делать нечего. Все, что мог, я уже сделал. Ну, тогда заканчиваем ход. По фракции у меня здесь все нормально. Да, каких-либо проблем нету. Нашему наследничку Пила уже 16 лет. Подрастает парень. У меня-то хорошо. Скоро ему невесту искать. Ну, давайте смотреть. Я видел, что Фэма Сицилия вроде как послала войска. По крайней мере, два стэка. Ну, возможно, один из них это флот. Но, тем не менее, надо, надо мне сверху перекидывать войска уже. Хотя бы один нормальный стэк. Так, герцогство Аквитания. Здесь новый-новый у них король. Как мы видим, воротон. Воротон. Войска такие же убогие. Наемников взяли. Один у них хороший лишь отряд. Наемные доспешные копеечки. То наемные. Да? Наемные доспешные копеечки. То есть у вас даже, как я понимаю, технологий нету для более-более качественных войск. Либо же проблемы с деньгами. Хотя вряд ли. Более проблемы с деньгами, они бы не брали бы три отряда. А на граф. Ну, здесь мы, конечно же, пытаемся отойти. Не знаю, догонят нас. Ой, друзья, нас догоняют. Нас догоняют. Значит, нам сейчас будет попа-боль. Ну, в принципе, ничего страшного в этом нету. Ни полководца, ни этих войск мне не жалко. Ну, наверное, все-таки давайте сражаться. Подороже продадим свою жизнь. Нанесем максимально возможные потери. В коннице у них один отряд, полководца, короля только. А у нас четыре. Правда, два из них застрельщиков. Но это, я напомню, стэк, собственно, я собирал со всех стэков. Это лишние войска, когда я делал замер на королевские гвардейцы. То есть стэков выкидывались некоторые отряды. Я их не распускал, а вот так вот собирал. Получилось вот такое вот объединение. Значит, вряд ли они выдержат. Бои столкновения против целого стэка. Погода меня просто очаровывает. Я такого еще, друзья, не видел. Идет снегопад. Где-то мы тусим в альпах. Это круто. Круто. Мне нравится. Хорошо. Что мы будем делать? Ну, естественно, у нас основная ставка на концы. Которая у противника просто нету. У противника много застрельщиков. Пусть и они левые, но их много. И это на самом деле проблема. У меня-то как раз копейщиков-то и нету, можно сказать. Копейщики-то не копейные. Ну, ладно. Сделать нечего. Зато у меня заспешных воинов много хороших. Может, получится вот так вот сделать. Я не знаю. На это разместим здесь. Да, ну, как-то так. Как-то так. Ну, давайте ждать будем противника. Мы от него будем играть. Так. Ну, я вижу, где у них. Как-то ничего у них. Ага. Они идут широкой цепью. Нам, в принципе, это выгодно на самом деле. Очень-очень выгодно. Мы можем просто тупо пройтись по ихним тылам. Уничтожить у них всю эту артиллерию. Чтобы ее заново и об стенку 754 раза. Вот. И, по крайней мере, их не анагра не будут на нас так сильно влиять. Так. Вот у них. Яй-яй. Яй-яй-яй-яй-яй. Много застрелов. Много-много-много застрелов. Давай-ка вот так прочаржим вот эту хрень. Они не дают. Собака не не дают. Все это может у нас плохо кончиться на самом деле. Ну, давайте, активнее уже. 1-1 анагра разбили. Летим, 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 друзья. Потеряли мы уже, наверное, целый отряд кукнется. Отлично. Влетели в застрельщиков. Здесь мы тоже насилуем. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Шикарно. Шикарно, шикарно. Пошли сюда. Возвращаемся. На анагра? Нет, нельзя. На этих идем. Сучат. Обстреливаем. Так, здесь, здесь, здесь. Снимаем вот это дело. И атакуем. Просто тупо атакуем. Пошли сюда. Где же вы, мои ребята? Где же, где же, где же? Вы что делаете-то, психи? Шикарно, шикарно. Давай сюда, беги. Пошел сюда. Отлично. Тестебет вы, короля ихнего. Пошли сюда. Отлично. Не-не-не, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай вот этого. Все. Все, друзья. Все, мы их разбили. Вот так вот. Вот так вот. Вражеского полководца. Грохнули. И эти все засанцы просто разбежались. От нашего неполного стека. Шикарно, друзья. Целый стек мы противником. Но это не противник. Это так, какие-то бичи. Честно говоря. Просто бичи. Нам остается здесь только скальпы нарезать. Для полного удовольствия, да? Конечно, извиняюсь, что вам не показываю близко. Но, друзья. Напряг был, был напряг. Вообще, долго поражение. Нас же сделали. Уже больно много противников. Но они все тупо разбежались. Шикарно. Просто, друзья, шикарно. Нам остается здесь как можно больше нарезать скальпов. Потрясающе. Для меня нежданчик это, на самом деле. Я думал, что когда я попался там на анаграх под такие сильные... Сильный обстрел со стороны застрельщиков. Свои коницы. Я думал, все. Не йог. Тут уже... Очевидно это, да? Но оказалось, нет. Оказалось, нет. Оказалось, что вполне себе мы можем... Кого тут гонять с одного? Ну, несерьезно. Ну что же, одного тут там. И то убить не можете. Вы что? Иди, убили? Вроде убили. Нет. Теперь убили. Ладно, завершаем. Бегу, хороший. Первого победа. Хе, первого. Сколько их было, сколько нас. Собственно, их было в два раза больше. Но у нас отряды тут были-то, ребята, все доспешные. Да? То тут почти никого не осталось. Ну, круто, круто. Очень мощно. Убили мы очередного квитанского герцога, который считался почему-то королем. Убили множество у них отрядов. Шикарно. Пополнили свою армию. Так, вон у них стэк. Два стэка. Лады, лады. Как бы мне придумать бы, чтобы и коней передать моих новых. Так, вон наши союзнички, кстати, герцогство Прованс. Занялось Фемой. Захватили они один из ихних островов. Город Аячо. Круто, слушайте. Ну что, я могу сказать. Молодцы. Так, сдохло герцогство Алимания. Я сейчас, честно говоря, что-то их и не припомню. Ну, погибли так погибли. Ну и, собственно, друзья. Королевство Испания, друзья. Мы ждали. Мы надеялись. Вот оно. Королевство Испания. Обретите могущество. Постройте свое королевство. Создайте наследие на века. И ваше имя навсегда войдет в историю. Цели, цели, цели. Терры, терры. Ну, все мы сделали. Теперь получили мы расцвет королевства на 30 ходов. Боевую духу, верность и общественный порядок. Ну, честно говоря, я бы предпочел, если мне денег, денег бы разбашляли. Ну, да ладно. Ну, и статус королевства Испания. Что-то ничего не выделяется, ничего не пишет. Ну, и хрен бы с ними. Ну, и что мы теперь? Теперь мы просто зовемся королевство Испании. Если мы были аустурией, теперь мы стали Испанией. Королевство Испании. Ну, хорошо. Я согласен. Так, что у меня тут есть? Билау. Билау повысил ранг. Да. Да. Повысил. Еще как повысил. Качаем на общественный порядок. И отведем восстанавливаться в наш город Родос. Шикарно. Сидите. Вам теперь долго сидеть. Ну, ничего страшного. Пускай сидят. Так. Аурелий это наш король, собственно. Поднял он очередной ранг. Уже седьмой. По счету. И он уже становится легендой. Получает он плюс один ко всем своим параметрам. Что, конечно же, хорошо. Но отлично. Так. Здесь у нас в провинции проблем нету. Или панду. Тоже губернатор. Так. Что у него тут? Да, наверное, давайте что-нибудь. Что-нибудь. Я даже не знаю, что. Хитрость. Да. Стоимость обслуживания. Стоимость содержания. Ну, пускай будет вот так. Все-таки он сугубо у нас гражданский. Так. В Леоне я снес. 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 Религиозную постройку. А именно церковь. Здесь христианство у нас ровно 100%. Влияние 17. Я посчитал, что церковь можно уже убрать. У нас теперь пустая ячейка. Я думаю, чтобы нам такое построить бы. Чтобы вот прямо вот вообще прямо. Честно говоря, стоял и двор. Да нафига он нам? Наверное, винный рынок только есть. И вот продуктовый. Но пища у нас уже косарь, друзья. Я даже как-то это дело и не заметил. Вроде такие проблемы с пищей были. А сейчас смотрю тысячи. Даже не могу представить, откуда у меня столько капает ее. Ну, тогда будем строить винный рынок. Это прибавит нам торговли. Денег. Деньги тоже у меня. Выручка за ход ползает вверх. Было 2 500, уже 3 600. Это шикарно. Так. Ну и пилау. Четвертый ранг. Это у нас на пальме, товарищ. Тоже пилау. Боже мой, сколько у меня этих пилау. Это уже как-то... Если брать с наследником в будущем, у меня их уже трое. Это плохо. Ну, давайте на общественный порядок. Это часто надо. Так. Ну и здесь что-то где-то что-то построилось. Да, винный рынок тоже построился. Шикарно. Снесли мы часовню, но об этом я уже в курсе. Больше ничего здесь существенного нету, да? Но мы здесь захватывали города. Мы помним, да? Надо нам что-то с ними сделать. Во-первых, в Гасконе, в Бордо. Мы видим огромное количество. А, целых 2 казармы. Учитывая, что у меня еще казармы в Тулузе есть. Причем 3 уровня царские. Как бы эти казармы мне не нужны. Поэтому давайте их сносить. Так. Ну и город у нас... Здесь город, собственно, да? Целых 2 ресурса винных. А они построены. Вот, кстати, в Байоне как раз на винотые надо построить. Бордо-то есть в надельне. А вот в Байоне нету. Надо ее будет строить. Ну, а здесь что-нибудь потом за место придумаем. Да. Отлично. Так, дальше. Жрецы работают как проклятые. Кстати, наверное, надо перекинуть поближе к следующей провинции. Да? Я думаю, что да. Так. Ну, вроде как я догоняю. Наверное, сделаем передышку, друзья. В нашем военном приключении небольшую такую передышку. И все-таки разместим новую конницу у нас. Итак. У меня ее... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Все правильно. Единственное, я хотел себе еще и оставить и простой коннице тоже. Поскольку она элементарно быстрее перемещается. Только как это сделать? Какой отряд отдать? Анагар, может быть? Ну, тогда нам придется каждый раз ожидать ход, чтобы... Какой-то город заштурмовать. Может быть, отдать один отряд из копейщиков. Останется четыре. Я думаю, вполне достаточно, как вы думаете. Ну, как-то так. Как-то, друзья, вот так. Так, здесь что? Ну, здесь то же самое. Наверное, сделаем, да. Вам четыре таких, вы мне три таких и вот одного копейщика. По четыре отряда копейщиков, я думаю, нам хватит. Тем более, что копейщики у нас сейчас получают самые слабые отряды в войске. Шикарно. Так, ты уже, друг, никуда не можешь дойти, да? Ну, мы и сами сходим, да? Да. Отлично, отлично. Так. Здесь мы, значит, отдаем два отряда успешных мечников. Получаем королевских гвардейцев за место этого. Нам нужно еще четыре отряда избавить. Это будет один отряд копейщиков, конечно же. Вот как-то так, да? Правильно, правильно, я думаю, правильно. На мой взгляд, отлично. Просто отлично. Монстры у нас, а не королевские рыцари, это просто реальные монстры, да? Ближний бой чуть ли не в два раза больше, чем иберийская конница. Вы только вдумайтесь в это. У них броня на полтоза больше. Ну, конечно, скорость, да, с 82 до 67, это серьезно. Это очень серьезно. То есть, элементарно... У пеших-то отрядов 41 скорость, а здесь 67 конница, мало. Это да. Но зато, если уж догоним, друзья, то мало, там уже никому не покажется. Шикарно. Все, с этим мы разобрались. Что делать-то будем? Так. Ты до сюда доходишь, ты до сюда доходишь. А ты вообще никуда не идешь. Я бы просто понять бы, как мне войсками распорядиться. Ну, судя по тому, как там шинкуют фему Сицилии, я думаю, нам сейчас там, в принципе, пока... ...можем обойтись... ...теми силами, которые у нас на пальме есть. Так, ты, может быть, хотя бы вот так? Давай хотя бы вот так. Давайте исследуем, что у вас тут. О, они целых три стэка полных подготовили. Правда, стэки эти опять-таки из каких-то бомжей, да? Да. Бомжи-войски. Ну. Это как бы их не проблема, а не наши, на самом деле. Наша задача сейчас агентом кого-нибудь убить. Какого-нибудь полегче. Чтобы попытаться прокачать. Успех. Хорошо. Вот, шикарно, агент у нас качнулся. Не стоит забывать про это дело. Вот, вкачиваем прокачку армии. Здесь тоже работаем. Поджог. Провал. Ну что ты. Хороший какой. Ну и, в принципе, все, да? Да. Да. Здесь вот только еще вот в город сам сядем. Ну и шикарно, друзья, шикарно. И я даже не знаю, чем заняться. Можно, конечно, попытаться куда-нибудь сгонзать. Пооткрывать территорию. На кальяре посмотреть, что у них там, да как. Ну, конечно, меня мои союзнички-то радуют. Прованс. Молодцы. Взяли прям хопа-хопа. И город себе присвоили. Сволочи. Одним словом. Ну что же. Меньше лирики. Больше дела. Давайте делать конец хода. И смотрите, что придумает противник. По идее, конечно, наилучший вариант нам сейчас навязать им серьезное сражение. Два на три стэка. Не хотелось бы их просто выкуривать из какого-нибудь города. Вот они что-то куда-то ринулись, да. И у нас сражение два на три точно не будет. Я так понимаю, они просто отступают тупо к себе. А может быть, хотят пойти на наш город, в который наш стэк отодвинулся под командованием Пилау. Такого тоже нельзя исключать. Ну и Прованс насилует. Просто насилует Сицилию. Честно говоря, не ожидал я такого дела. Ня-хай, ня-хай. Разбавляюсь. У нас меньше проблем. Убили каких-то сепаратистов, но это их не проблемы. Так, ранг повышен Альфонсом. Альфонс, это один из наших убить. Давай. Очередная Пилау. На этот раз губернатор испанской марки. Что тебе прокачать-то? Давай вот сюда вот. Вот, скорость исследования фракции. Вот это да, вот это мне надо. Хорошо, заведенные постройки. Монетный двор. Ну да, было дело. И у меня сразу как ново деньги. С 3,600 до 4,5 уже. Шикарно. Водяную умелинцу забубили. Так, там казармы здесь сносили в этой провинции. Давайте там продолжим делом. Казармы, казармы. Все, больше ничего нет. Хорошо. Нету, так нету. Так, вопрос какой? Вопрос, значит, здесь включаем всех жрецов. Дальше работают. Вопрос вот к этому стеку. Что же делать, как же ж быть? Ну, наверное, давайте распустим саму вот такую конницу. В этом стеке не нужно. А, ну вот это 4 отряда распустим. С другой стороны, мне вот сюда бы конницы пару отрядов отправить. Да, давайте так и сделаем тогда. Сперва обменяемся воинами с этим стеком, затем пойдем обратно на нашу территорию, чтобы, чтобы, значит, пополнить войска. Хотя мы и в Тулузе уже можем выполнять полный спектр всех действий, да. И царский казарм у нас тут есть, и кузница, и мастерская осадных машин. А это значит, что вот здесь, вот здесь, в Леоне мы можем поменять кузницу на что-то другое. И здесь тоже убрать и инженера осадных машин, и казармы. Логично? На мой взгляд, да. Хорошо, давайте делать. Что-нибудь построим за место. Так, у нас здесь что? У нас здесь дворец. Ой, чтобы построить такую галерею. Коррупцию, коррупцию. Может быть, действительно, галереи-то у меня нету. Пускай снижает везде коррупцию. У нас эта провинция с раз, два, еще с тремя провинциями соседствует. Да, хорошо. Мне нравится. Такая вот мысль. Хорошо. Друзья, хорошо. Так. Здесь пускай все стоят пока. Давайте сплаваем. Куда ж ты тебя? Я туман хотел открыть. Это наоборот. Да? Ну и ладно. Ну и ничего страшного. Нету. Так, дальше, дальше, дальше. У нас вот здесь самое такое интересное. Вот, значит, как. И вы все собираетесь к карвернам, да? К своему городу здесь обосноваться хотите. Либо же вы хотите обойти вот так вот. И напасть на Родос. Ну, на следующий ход-то я уже дойду вот этим стэком пополню. До полного. Ну, вот я думаю, может быть подстраховаться еще и королевским стэком зайти с этой стороны. Ну, прям не знаю, не знаю. Ну, для начала, для начала давайте-ка. А, если мы захватим Ангулем, мы уже ничего не сделаем, да? А вот этот стэк у меня и не доходит. Ладно, тогда берем Ангулем. Вот с этими ребятами, конечно же, автобоем. Тут у нас противников нету. Окупация. И Ангулем наш. Все здесь ремонтируем. Так, здесь, значит, Гарсиев качиваем. Он тоже становится уже легендой. Это круто. И это круто. Ну, вот здесь вот, что они оба не доходят, да? Да, они оба не доходят. Жаль, жаль. Ну, тогда как-то вот так. Хорошо. Глазучек продвигаем вперед. Кстати, здесь так много глазучек. Давайте одного пошлем наверх. Пройдемся по территории Франков. Глянем, что он тут. Да как. Вот. Шикарно. Убийца гуляет. Давайте по... А, мы уже им ходили, да? Да. Ладненько. С этим у нас все понятно. Ну что, нам стоит столько делать следующий ход. Больше... Что-либо мы тут сделать не можем. Не дошли мы до противника. Он от нас убегает. По-видимому, забоялся. Забоялся он с нами встречаться. Ну, конечно, если они там все в этом городе соберутся рядом, выкуривать их придется сложно. Мы, конечно, победим. Базара нет. Мне бы хотелось бы и с ними в поле встретиться. Но они, по всей видимости, не хотят встречаться в поле. И они идут именно туда, куда я и подумал, что они пойдут на мой город. Ладно. Так. Вы кто? Глевисинга. Отношения наши ухудшаются. Воюете вы с Лесксом. Обронительный союз. И они еще 8 тысяч требуют. Не, идите нахрен. Меня это не интересует. Так, Провансики. Давайте. Наступайте. Ну, если Прованс расширится за счет минут. А Фемос и Целия серьезно, то у нас и союзник будет такой, знаете, серьезный. Опаньки. По-моему, они один стэк очень Прованса убили. Ну и хрен бы с ним, пускай развлекаются. Так. Так. Ранг, 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 ранг. Повышаем, повышаем и повышаем. Бернардом, Бернардом. Вкачиваем уже второй раз легенду. И давайте выберем, что же тебе поставить на втором. Авторитеты еще дать? Давай. Я не против. Так, снесли мы здесь две постройки. Надо придумать, что мы будем строить. Собственно, вот здесь винодельню, да? Да. Виноградник. Строим. А вот здесь вот сложнее. Военные технологии мне не нужны. Я хочу здесь построить чертог у воинов. Это временное явление. А просто мне сейчас технология изучилась. Этого чертога нового. Вот я хочу посмотреть, что мне это даст. В Лионе, в Лионе снесли мы кузницу. Да? Можем что-то новое построить. Вот в Едолиде. Я уеду в Лиде. Что? Торговый пост? Либо же мельницу. Что лучше? Пускай будет торговый пост. Борода это было. Леон это было. А, Леон можем расширить винный рынок до дома виноторговых. Шикарно. Расширяем. Сантьяго. Сантьяго, Сантьяго. Ну, не знаю. Давай тебе эту мельницу построим. И мы, кстати, еще можем в Галиции, собственно, снести и царские казармы. А может быть, пускай будут на всякий пожарный случай, да? Ну и технологии ополченца. Хорошо. Из военных технологий нам осталось, друзья, еще две изучить. Это искусные кузнецы, литейная второго уровня. И появились или морей. Это у нас более мощные корабли. То есть 14 ходов, а затем мы полностью переключаемся. Ах, какой хорошая технология. Наверное, все-таки до конца будем добивать военные. Уж более тут все хорошо, да? По порядку. Так, дальше, 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 дальше. Время, деньги. Время, деньги. Так, вы давайте вернетесь в Пальму. Восстановитесь немного. Потом продолжим. Так, здесь что? Здесь, друзья, проблемы. Два стека противника идут на Родос. Идут на Родос. Но мы должны как-то им помочь. Как мы им поможем? Мы им отдадим всю нашу пехоту элементарно, да? Двенадцать. Двенадцать. Значит, восемь отрядов можем отдать. О, восемь отрядов. Вот, шикарно. Ну и здесь, наверное, надо, 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 надо. Объединить отряды, наверное. Вот это мы распустим. Вот этого оставим. Три-четыре мечника, это лучше. Так, и давайте еще раз. Заберем у них конных застрельщиков. Которые мне, в принципе, не нужно. Отдадим им еще двух коников. А, трех коников, трех коников, извиняюсь. Вот, шикарно. И теперь вот этим стеком можем отойти в Тулузу. Распустим вот эти два отряда. Они мне не нужны. Будем нанимать новые. Новые. Делать из этого стека полноценный. А, значит, заказывать рыцарей. Будем заказывать королевскую гвардию. Будем ими их пополнять. Все, шикарно. Два хода. Хорошо. Даже если здесь они сейчас сломаются, они вытерплют, проиграем. Ничего страшного там не случится. Добьемся поставленной цели потом. Кстати, вот у меня есть гарнизонный лагерь, чей я мозг насилую. Здесь дворец нужен. То есть мы третьего уровня им. Хорошо. Тогда мы это будем спускать. Нам что-нибудь надо? Нет? Нет, не надо. Тогда это тоже. Тут есть монреальный суд и усадьба. Хорошо. Стэк. Стэк. Никуда он пройти не может. Давайте на ускоренном его пошлем. Хорошо. Так, король на ускоренном. До сюда доходит. Малые дистанции. Следующие, очень малые дистанции преодолеваются. Но уже на следующий ход мы, по идее, должны выйти на Арверны. И тогда... И тогда... Тогда, ребята, волкаюк. Давайте попробуем покачать наших агентов. 62% на успех. 62% на успех. 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 Ну, ты тебя тоже. Вред поселению. Поджог. 800 монет. Успех. Хорошо. Деньги у нас уже. 5300. Ну, сейчас снизится, конечно. Сейчас снизится. Ну, что, друзья. Давайте сохранимся на всякие пожарные случаи. Мало ли. Мало ли. Посмотрим, что у нас происходит вообще здесь. Пила уже 17 лет. Уже на следующие через несколько ходов он станет совершеннолетним. Здесь все хорошо. Здесь тоже все хорошо. Ну, прекрасно. Что я могу сказать? Делаем. Так, это сверху. А, это Британия. Герцог Севобритания. Ясно. Я не сразу узнал. Вижу я, что королевство ломбардиков. Как-то серьезно так выросло. Ну, что же. Достойные противники нас впереди ожидают. Они по-прежнему не хотят сражаться. Отказались они от идеи нападать на мой город и смотреть. Так, будете убегать, что ли? Е-мое. У меня время ограничено серией. Е-мое. Ну, что? Как так можно? Ну, не могу же назвать серию в погоне за этими негодяями. И, кстати, вы заметили, что делают британцы? Вообще-то мне это не нравится. Зачем это вы на моей границе скапливаетесь? Так, галерея, галерея. Ну, и что-то с тобой пускай будет. Ангулем продолжаем сносить. А, в этой провинции что вообще? 99. То есть церковь вам не нужна. Церковь не нужна. А вот общественный порядок вам нужен. Тогда давайте сперва построим постоялый двор. Не, пускай будет часовня. Потом снесем ее. Хорошо. Договорились. Особенности гены не дипломатии, а у Релия. Доход повысился еще на 30% от торговых соглашений. Ну, это круто. Круто. Но в то же самое время он стал праздным и теряет очень много пунктов. Это плохо, друзья. Это плохо. Это очень плохо. Ладно, давайте обратимся к дипломатии. Вообще посмотрим, что у нас там в Британии. Слушайте, очень дружественная. Минус идет за счет великой державы. А так у нас все хорошо. У нас дипломатический брак. Договоры. Да, они даже войну с Сицилией одобряют сильно. А какого хрена вы войска тогда подводите? Ась? Негодяи. Что вы думали? Торговать мы ни с кем больше не можем. Ну что же, шотландцы. Может быть вы согласны торговлю? А они не могут торговать, у них порта нет. Печаль. В общем, не знаю, за каким вы сюда пришли, но если вы нападете, я вам это не прощу. Так, ну что? Ну, я даже не знаю, куда вы идете-то. Может быть они как-то вот так... Но моих союзников на араль идут. Я даже предположить не берусь. Мы уже, собственно, даже до Арверна дошли. Можем даже их захватить. Зима это, блин. Деньги теряем, это воинов теряем. Ну, вот. Фу. Ну что, показывать смысла нету, друзья. Ну, пять отрядов, даже ни один стэк не присоединяется у противника к этому бою. Ну и нам остается только захватить Их не последний город И они по идее В орду превратятся Да, оккупируем Все это дело ремонтируем В Родосе, Родосе, Родосе Это же в Родосе Да, в Родосе строим Нет, это город Ладно, потом разберусь с этим Не до этого сейчас Вот как-то так Они в принципе могут аж четырьмя стейками напасть Четырьмя Я думаю, что без проблем Отообьюсь Ну давайте на всякий случай Третий тоже сюда подгоним Покачаем наших Агентов Успех Этим уже не покачаешь В общем, я не понимаю, что делают Квитанция Что-то они вроде как делают В платье французов нету Так, здесь плюс 23 заходит И наверное надо наших жрецов переводить В эту провинцию следующую Хорошо Ну я, друзья, не знаю Ну давайте Сохранимся И снова Ренемся в бой То бишь нажмем Конец хода И посмотрим Что же они предпримут Ну по идее у них городов не осталось Не идти они никуда не должны По идее должны Попытаться напасть И отбить Ну не знаю Будут они такое делать? Не будут? Силут у них есть Целых четыре стека А они трусливо убегают Где ваша гордость? Вот 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 инки Вот инки, ребятинки Вот инки Вот инки Вот инки Вот инки Вот инки Не-ня-ня Не-ня Вот она битва Битва века У нас только вот Время серии, блин Подходит к концу Она уже давно подошла к концу И уже вышла Но мы с вами проведем Все-таки хочу я в одной серии уложить Полностью уничтожить Герцог Сокритания Хотя это вряд ли случится Сейчас наверняка кто-нибудь убежит Ну у них Мы видим Восемь тысяч триста Народа у них До хрена До хрена народа У меня столько народа нету Но вы видите По Автобитве Что шансов у противника Просто нет Здесь все мои три стека Ну что Вперед с песней Серия получилась длинная Но ничего страшного Думаю В этом нету Да, друзья Это будет весело Значит, арверны Ну давайте смотреть Что тут А тут, друзья Зима Зима Зимняя Зима И знаете Что самое смешное Позади всех Ихних войск У нас появится Наш стек Ха-ха-ха Ой умора Ну ладно Давайте думать Что мы будем делать Так Ну сперва Вот она Разместим Здесь Пускай он Пуляет Здесь Наверное Разместим Наших Копейщиков Нормально Так Вот это Все Дребедень Отправим В круг Пускай сидят Она в круге То и находится Сюда Дальше Дальше Три отряда Всяких Разных Тут Застрельщиков Сюда Посадим Няхай Будут Доспешников Поставим У ворот Отставить Малину Сюда Вернись Что ты Вот Вот так Хорошо 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 Чтобы Как бы Еще Это Придумать Так Ну вот Здесь Нам Сосредоточимся Нашу Конницу Генерала Я должна Выводить Не буду Пускай Здесь Останется А вот Конницу Давайте Возьмем Все пять Отрядов Вот здесь Разместим И будем Их Выводить Так Баррикаду Надо Дам Баррикаду Ну давай Вот здесь Баррикаду Поставим Все Начинаем Сражением Конницу Вводим Во фланг Да Сюда Вот Анагар Уже Работает По Противнику Это Хорошо Противника Анагар Тоже Работает Прибывает Наш Стэк Не знаю Сколько Здесь Войск Пребудет Собственно Хотел Я бы Знать Дозорные Заметили Врага Ну что Давай Биться Друг Давай Биться Ой Как вы Неправильно Ребят Выступает Очень Неправильно Так Ну что Конница Побежала Вперед Не знаю Что они Думают Как они Хотят Биться Мы Попробуем Перехватить Весь этот Сюда Армия Вот этих Давайте Сюда Куда-то Подводить Здесь Ребята Бегут Здесь Здесь Никто Не Бежит Его Поймали Мы Кстати Одного Из Генералов Шикарно Я не понимаю Почему у вас Друзья Проблема Почему вы Идете Пешком В то В то Время Когда Вы Должны Бежать И Кнопка У вас Горит Что Вы Бежите В самом деле Вы Ни Хрена Не Бежите Я Не знаю Чем Это Связано Давай Займись Вот Этими Так А тут У нас Собственно Королевская Гвардия Про Которую Я Забыл Давай Ка Ее Сюда Здесь Просто Нарезаем Скальп На Сам Дель Этих Надо Наставлять Сюда Вот Вы Идете Сюда Друзья Вы Дождем Сюда Эти В общем Довольно Так Интересный Бой Абсолютно Он Непонятный Никому Ну Да Ладно Ух Ты Вас Настреливают Да Это Вас Настреливают Вот Эти Засранцы Че Же Вы Как Тут Лох Ладно Комнился Взимаю Комнился Комнился Они Под Стенами Ну Давайте Уже Убивайте Где Где Все Вообще Сюда Бегут Ну Давай Убей его Огромные Кучи Вуйск Ходят Друзья Прям Мне Чем То Напоминает Друзья Наш Хорезм Шахов О У нас Еще Анагра Стреляет С ума Сойти Так Здесь Давайте Заходить Во Фланг Где Мне Тут Ребятушки Браво Ребятушки Вот Здесь Давайте Ка Вот Эти Бить Наконец Коница Справился Давайте Куда Тут Во Фланг Сюда Заходите Потом Ударите Во Фланг И Все Будет Хорошо Подошла Моя Королевская Гвардия Давайте Усиляться Здесь А тут Оболтусов Много Так Так Вы Давайте Присоединяйтесь К Этому Веселью Чего Стоит На Сам Зале Так Здесь Что Здесь Ребятки Идут Кстати Мы Запросто Можем Потерять Таким Образом Генерала Давайте Отходить Нах Боже Мой Давайте Нападайте Тут Просто Какой-то Кромешная Тьма Творится Друзья Никаких Порядков Ничего Просто Месиво Месиво Из-за Квитанцев Слушайте Но мы Сейчас Генерала Потеряем Наши Люди Сломлены Они Бегут Охренеть Это Кто Вообще Гист Темар Конная Гвардия Ну по-моему Потеряли Какой-то Генерал Ладно Давайте Здесь Линию Выстраивать И Встречать Вам Тех Здесь Уже Все Да Тут Все Разбежались Давайте Нам Возьмем Пару Целых Отрядов Главное Чтоб Мне Короля Не Убили А В смысле Наследника Это Просто Я Не знаю Кино Друзья Кино Давайте Вот этих Пару отрядов Отправим Еще Туда Эти Давайте Отправим Сюда Как-то Жестко От наших Королевских Рыцарей На Копейщиков Бабац Их Принимают Все Все Это Копейщики Но Надо же Испытать Да Ищем Столкнемся С Какими Терьезными Нашими Войсками Не Нашими А Противника Надо же Это Дело Испытать Как Все Это Выглядит Могут Ли Они С Ходу Убивать Отряд Цер Или Немол Блин И вот У меня Здесь Как раз Наследник Фу 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 Бернардо Да Давай Заходи В тыл Так Здесь Мы Видим Что Войска Разбегаются Все Это Хорошо О Еще Подкреп Игут Ну Все Сейчас Они Побегут По идее Наемники Но Должны Должны Бежать Уже Надо Отходить А то Я Сейчас В тиски Попаду Ну Давайте Активнее Давайте Активнее Ты Уходи Вообще Далеко Далеко Мясорубка Друзья Мясорубка Просто Мясорубка Войск Мы потеряли Хренову Кучу Вон Войска Прибывают И прибывают Это Друзья Те Те Кто Не смог Выйти Там Целый Стэк По идее Должен Быть Там Едя Отсюда В задницу Хи Негодяя Они еще Кидаются Чем Совсем Совсем Совести Нет Ну Ну И долго Конечно Очень Долго Все Побежали Давать Из-за Этих Когда Вы Уже Кончитесь Противное Засранцы Ненавижу Вот этих Убегающих Засранцев Это вообще Кино Четыре Отряда Застрелов Это круто Друзья Это круто Так Много Я еще Ватили Не убивал Вроде Как На моей Памяти О Они Прям Может В красную Линию Вперлись Ну Это вообще Так Нельзя Ну И могу Вам Сказать Конечно Мой Недостаток Таких Вот Стэпов Друзья Это Очень Низкая Скорость Весьма Весьма Низкая Убегайте Что Убегайте Ли Топ Еще Анаграф Мне Не хватало Для Полного Так Сказ Комплекта Охо-хо-хоньки Охо-хо-хо Боже мой Давайте Быстрее Некоторые отряды просто кончились Их просто расстреляли В край Мы потеряли целый отряд Неудивительно Учитывая что они появляются появляются Нельзя их отпускать А эти пешком идут Нормально Все так и должно быть Ладно Ладно Надо было автобой все таки это сделать И в следующий раз и будут делать Потому что Как противники Они Для нас никто Вот Ничто Мы их легко победим При любой ситуации Но вот так Спустя рукава Играю Метаюсь Лишь бы быстрее закончить Это конечно Нельзя Устроили засаду Ну давай Королевская гвардия Мочись С этими гадами Догнали один отряд И сейчас они будут страдать Другой отряд будет за это время настреливать Сволочи 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 Отлично И теперь у нас появляется Вон он где аж Идите Кулатить Закончили в одном месте Они появились в другом месте Так Но здесь вроде как Этот стек Все Кончился Нам осталось Какой-то этот отряд Догнать И убить Обалдеть Друзья Обалдеть Где-то у меня Совсем Все плохо Где-то наоборот Все хорошо Ну наконец Догнали мы Уродов Застрельщиков Этих Вот так Как выглядит Наша Королевская гвардия Гвардия По ней не скажут Что они гвардия Все в каких-то Фуфайках Тегеляек Этих И по ним Совершенно не видно Что они Королевские Гвардейцы Ну что Здесь все Здесь мы Всех разогнали И перемещаемся Теперь на другую Фланг Где у нас Тут оказывается Еще есть Сюрприз Так сказать Ижданчик Который Решил Постоять Подумать О насущном У меня Кстати Конница Есть Неубитая Убитая Убитая Я всю Коню Туслил Что ли Хе-хе Какой я Молодец А может Быть Она Просто У меня Не вышла У меня Здесь Не все Мои Тристэка Помню Вот эти Были у меня Отряды Чтобы Еще Были Отрядов Я Такого Не Помню Пехоты Долго Будет Ордона Ну давай От себя Еще Возьмем Сюда Кулиты Ордона Ну все Они Полудохлые Ну что здесь Много Лукарей Много Застрельщик Которые Сейчас Будут Бегать От нас Жжопа Жжопа Новый год А куда Деваться Будем Над ними Стебать Отряда Все Здесь Целые Более Меним Давайте Распределять Цели Чтобы Они Сразу Значит Знали Куда Им Надо Идти Конечно Догонять Конницу Это Вопрос Вопрос Но Думаю Когда Они Все Свои Дротики Потратят На нас То Я думаю Они Пойдут Наконец Таки В контактный Бой Ждем Ждем Друзья Ждем Бегут Наши Парни Бегут Нам уже Устали Да Истощенные Бегут Слишком Бегут 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 это будет настолько утомительно, что даже я не знаю. Ну давайте хоть немного поможем нашей пехотке, хотя вот этих засранцев осадил. Они конечно сейчас побегут куда-нибудь, поближе к своим застрелам, нам начнут накидывать. Все, они убежали, боже мой, все, тяжелая победа, хотя на самом деле у автобоя должна была быть очень легкой, ну как я вам говорил, здесь уже просто тупо лень. Полторы тысячи мы потеряли, четыре тысячи мы убили у противника, считается половинных всех войск, это неплохо. Потеряли отряд копейщиков, потеряли отряд королевских рыцарей, это гарнизон был, это не считается королем, фу-то наследник никого не потерял, а здесь мы умудрились потерять генерал одного, я не помню какого, забывали, по-моему Гарсия это был. Ну кино, друзья, кино. Ну и противник еще не до конца разбит. Ну я думаю мы с этим быстро закончим совсем. Жесть! Это конечно жесть. Вот это я не понял. А у нас с вами есть право прохода? Я просто не до конца вкуриваю, что они делают. Так, сицилийцы решили отбить Аячи. Привели много-много войск, и они это сделали, они отбили Аячи. Значит, следующий на очереди мы. Смерть на службе. Не общий. Ваши, 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 ваши. Ну пускай будет Этер, хотя бы имя новое. Гарсия седьмого ранга, нам поводить. Ну у них мы убили четверых, по-моему. Избран новый папа, папа Лев Третий. Ну круто. И это круто, и это очень круто. Ладно. Ардона, Ардона до легенды добрался. Давайте здесь по-шуструм еще что-нибудь сделаем с ним, со всеми. Шикарно, не ушел. Сражаться будем, конечно же, автобоем. У противника шансов нет. Решительная победа. Минус тег. Дальше. Давайте-ка вот этих догоним. Здесь все то же самое. Малейших шансов у противника. Заодно качнули нового нашего друга. Отличное усилие натиска и стрелка. Шикарно. Вот вам Петер. Петер. Давайте ей что-нибудь поставим, а так конец и шикарно. А королю достается прикол из двух стеков, да? Да на самом деле здесь нет ничего сложного. Мы и с двумя справимся. О, даже как. Вы даже с нами биться не захотели. Да я вас все равно догоню. Засранцев. Шикарно. Я на самом деле надеялся, что я в игре смогу провести таки впервые серьезную какую-то осаду, что все войска их не подойдут к Арвернам и засядут, и мне придется долго выкуривать. Но они, к сожалению, этого не сделали. Чем меня очень сильно опечалили. На самом деле. Ну что ж, друзья, на этом серии такие у нас подходят к концу. Такие очень длинные у нас получилось. Но то, что я хотел сделать, я сделал. Можно считать, что герцогство Аквитания перестало существовать, мы его разбили, у них остался вот этот стэк, но мы тут добить, делать техники. На следующий ход мы это сделаем. Можем, в принципе, прямо сейчас сделать. Давайте, чтобы окончательно уже со всем этим покончить. Кто скажет, снова вне записи, забил их, добил? Нехорошо. Но это действительно нехорошо. Я надеюсь, только они никуда не убегут там. Ну и, конечно, вопрос интересный, меня не волнует. Куда же идут герцогство Британь? Ну, это прямо вообще вот вопрос в вопросах. У нас теперь, кстати, граница общая с ломбардами. Королевство ломбардов. Ну, смотрите, идут. Идут. Может, они с кем-то воюют? Не знаю, потом я разберусь. Что же они делают? А, они, кстати, наши союзники. Я же союзников позвал на войну с Фэмо Сицилией. Это они, что же, туда решили пойти? С ума сойти. Нежданчик, нежданчик. Так. Ну, где они тут? Этот стэк. Куда убегаете? Стоять! Загаклил я. Ёк, всё. Победа за нами. Ну, вот как-то так, друзья. И герцог с этого квитания сдохло, друзья. Сдохло. Окончательно. Раверные наши. Здесь мне ещё предстоит разобраться, что строить, что не строить. А на этом я уже окончательно с вами, друзья, прощаюсь. Не забывайте ставить лайк. Ну, или дизлайк. Комментировать видос. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok